Друзья, добрый вечер! Сегодня суббота 22.00 на телеканале Хабар, программа Хабарлас, где мы в составе экспертов обсуждаем самые актуальные и тревожащие казахстанцев темы. Наиболее актуальный вопрос, обсуждаемый вопрос, это выборы местных сельских хакимов. Поправки в целый ряд законопроектов будут занесены через правительство в парламент. И сегодня в этой студии мы собрали тех людей, которые напрямую занимаются подготовкой статей этих законопроектов. Поэтому давайте, друзья, представим слева направо. Санхаева Жанар Магажановна, старший научный сотрудник Института стратегических исследований в простонародье КИСИ. Жолды Балина Аллаа Сериковна, руководитель отдела социально-политических исследований того же института. Уразгалей Сельтеев, политолог, директор Института евразийской интеграции. Далее, Министерство национальной экономики представляет Байтукенова Анар Абдулаевна, директор Департамента анализа регионов и развития местного самоуправления. И вы, наверное, узнали Айдос Сарын. Мы поздравляем вас с депутатской должностью. Является депутатом Мажелиса парламента Республики Казахстан. Наверное, как бы сразу с Министерства национальной экономики, как с разработчика, начнем. Вот как полноценно звучат те поправки, которые вы сейчас готовите? Здравствуйте. Министерство национальной экономики совместно с ЦИКом разработал законопроекты. Это два законопроекта. Один законопроект по внесению изменений в конституционный закон на выборах. И другой законопроект – это по внесению изменений в сопутствующие законопроекты, такой, как закон о местном госуправлении и самоуправлении в Республике Казахстан. И основные поправки, конечно, это, во-первых, касаются внедрения прямых выборов, акимов сел, поселков, сельских округов. Затем мы регламентируем порядок выдвижения, весь процесс выборов, компетенции ЦИКа, территориальных избирательных комиссий. А давайте сейчас подробно, вот прям обсудим это все простым языком, самое главное. Вот я знаю, что Айдос Сарым, он не ждет пока, скажем так, законопроект попадет к нему в руки, предварительно наводит справки, узнает, в чем суть до дела. Вот у нас на данный момент местные сельские акимы не избираются прямыми выборами. То есть фактически Аким вносит предложение по кандидатуре в Маслехат области... Через выборщиков, которыми является, по сути, Маслехат. Да. Именно на областном уровне? Нет, на районном. Районном уровне. То есть Аким вносит Маслехат и потом, скажем так, депутаты Маслехата согласовывают кандидатуру, голосуют за или против, да? Ну, вы же помните, да, у нас Конституция 95-го года, были заключительные положения в части местного самоуправления, и, по сути, мы сейчас только подошли к тому, чтобы их полноценно реализовать. Да, но мы все люди... Занимались вот, ну, почти вот пять лет, да, министерство занималось четвертом уровне бюджета. Вот сегодня только мы рассматривали законопроект, который наделяет сельских Акимов уже дополнительными четырьмя видами налогов, связанных с земельными делами и так далее. То есть полноценно этот институт появляется, да, это не просто человек с печатью. Это уже человек с налогами, человек с бюджетом, ну, по крайней мере, большинство из них. Ну, вот, Уразгалей, по какой причине инициировались вообще вот эти движения по разработке законопроекта? Людей не устраивала та прежняя система, когда Аким заносит кандидатуру, и депутаты Маслихата района голосуют за Акима? Или вообще, почему это все произошло? Откуда ветер дует? Спасибо. Я вот продолжу сразу по тому, так, система, скажем, косвенного голосования, косвенных выборов, которые сейчас есть, это, можно сказать, не выборы, а такой больше формальный процесс, и мы это прекрасно понимаем, и все присутствующие эксперты, и, в общем-то, широкая общественность. Почему? Потому что Аким фактически назначал бывших, скажем, тех же акиматовских работников, а депутаты Маслихаты лишь их согласовывали. Там даже эта система до конца не урегулирована и в части сходов, собраний местных сообществ. Вот сколько существует эта система, поправки, по-моему, были внесены в 2013 году по этой системе выборов, она так и не заработала фактически. Это первое. Второе, самое главное. Я считаю, что это, наконец-то, одна из самых важных и самых значимых инициатив вот в рамках проводимой сегодня политической реформы. Почему? Потому что я думаю, что у лиц, принимающих решения, у руководства страны, пришло понимание, что система госуправления заходит в тупик. То есть от того, как сегодня управляется экономика, все зависит от политики. Это мы прекрасно понимаем. И это все сейчас очень в таком, скажем, заторможенном состоянии. И только тогда, когда будет введена прямая система, система прямых выборов, эта система заработает. У многих сейчас скепсис по этому поводу, но это такой, скажем, пока еще отложенный эффект. Начнем с выборов Акимов сел, поселков, да, и потом уже перейдем к выборам Акимов районов. Эта система заработает совершенно по-другому и обретет иное качество. Абсолютно, я считаю. Ну вот простым языком. Идет опашка по аулу, видит дорога плохая. Встречает на этой плохой дороге своего местного Акима, которые удовлетворены своим положением и статусом. Многое, что ей обещает, но фактически годами эту дорогу не делает. И сейчас у опашки есть возможность самостоятельно выбрать своего Акима из числа своих же как бы соседей, да, с которым будет потом спрос, потому что она его избирала, собственно говоря, раз избирала, с него и будет спрос, так? Да, но вот как раз здесь самое главное вообще ключевое понятие – это ответственность. Вот сегодня что мы имеем на самом деле? Вот эти Акимы, ну пока если будем говорить об Акимах сел, да и в принципе о районах, это завхозы. То есть практически люди, которые, ну, занимаются распределением вот этого бюджета, да, и то это с очень низким качеством. И на кого они озираются? Только на вышестоящих. На вышестоящего Акима района, а тот, соответственно, на Акима области. Все. Интересы жителей их мало интересуют. И от этого и тормозится вот та самая концепция слышащего государства, которую инициировал Касамжи Маркиневич. Вот когда будет прямая система выборов, тогда будет совершенно иная структура ответственности. Проще говоря, вот кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Мой непосредственный работодатель районный Аким думает, сельский Аким, да, и, соответственно, я буду под козырек давать только когда от Акима поступают задачи. А на сельчан мне как-то по боку, да? Нет, не совсем так, на самом деле. Смотрите, у меня два друга, которые являются сельскими Акимами. Они говорят так вот. Ну, на самом деле, они очень сильно зависят от местного населения, потому что нельзя быть Акимом поселка и, скажем, не иметь даже минимального мандата, да, этого населенного пункта и так далее. Это один момент. А второй момент, действительно, вот это несоответствие, да. И, опять же, давайте будем исходить с того, что любая власть, она должна быть достаточно децентрализованной, и власть должна быть распределена. У нас же получается так, на улице что-то там плохо растет, президент виноват, что-то плохо сделано, президент виноват. Вот постепенно вот эту большую власть надо делить. Это раз. А вторых, мы все-таки, нам для нашей экономики, для нашего состояния сейчас, структура экономики, нужны совершенно иные стимулы, о которых говорит наш коллега. Почему? Потому что, ну, элементарно, да, вот, вопрос возьмем земельный, да, вот, сейчас тоже будет очень хайповый, очень шумный вопрос. 20 суток? Не только 20 суток, нет, имеется в виду, вот, мы вчера только вот были на одном канале, тоже обсуждали, смотрели государственные вот эти кадастровые системы, на которых нету собственников, но есть участки, да, там, и хотя бы Акимку, потому что ему 4 вида налогов будут оставаться, он должен будет со своими жителями договориться и подумать, да, как это лучше распределить. Вот у нас столько-то участков, они пустые, мы никто не занимаемся. Вообще, вот, будет страна меняться тогда, когда вот жители все поймут, да, во-первых, оценят свое состояние и начнут думать. Вот в законе же, вот, даже в сегодняшнем, много же моментов, да, есть поселки от 250 человек, от 500 человек, и люди будут сами заинтересованы, чтобы люди не уезжали, что-то надо придумывать, что-то надо думать, надо креативить, надо думать, как с этой землей быть, да, надо смотреть, чтобы там вот она не лежала мертвым грузом, чтобы это как-то в оборот поступало. Ну, давайте... Когда это все запустится, я даже допускаю, что в первый раз мы можем ошибиться, да, не того избрать, второй раз можем избрать родственника, но в конце концов мы придем к такому нормальному, взвешенному состоянию, когда будем выбирать людей по качеству. Ну, давайте для многих, скажем так, наших сограждан сейчас опишем ситуацию, которая есть на данный момент. То есть мы сейчас уже выяснили, что у нас Акимы-сел выбираются выборщиками-маслихатами по представлению районного Акима. Что сейчас, Алла Асериковна, есть в полномочиях сельского Акима? Что он может сделать и как финансируется на данный момент? Ну, если учитывать, конечно, сейчас самостоятельности у сельского Акима намного меньше. То есть почему мы сейчас, как бы, будем выбирать, опять-таки, вот этот четвертый бюджет? То есть сейчас у сельского Акима вот это вот увеличивается полномочия. То есть в распределении бюджета, то есть решать какие-то... Давайте загибать пальцы. Вообще у него есть бюджет, да, получается, у сельского Акима? Да, есть. Ему район дает бюджет. Нет, у него есть свои собственные. Два типа есть поселка. Есть поселки, которые имеют четвертый бюджет, то есть свой, они заинтересованы в технологах, а есть поселки, которые его еще не обрели. Это зависит от численности поселков? Ну, селения, от перспектив. Можно прокомментировать, да? У нас сегодня во всех селах, поселках, сельских округах имеется четвертый уровень бюджета. Их у нас на сегодняшний день 2345. Получается, бюджет у них на сегодняшний день получается 6 видов налогов и платежей. У них собственные доходы имеются, но, конечно, поступления небольшие. Но это же только начало. Он в бюджет внедрялся поэтапно. В 2018 году это свыше 2000, где население было более 2000. В этих населенных пунктах, сельских округах внедрялось. С 2020 года, получается, с прошлого года он уже в остальных менее 2000 был внедрен. И, получается, часть работает с бюджетом 3 года, часть только 1 год работал. Поступления небольшие, потому что, ну, сами понимаем, бизнес весь в городах и так далее. Но мы для этого и даем Акимам полномочия, чтобы они наращивали эту доходную базу, заинтересовывали сельчан. Ну, давайте, самый главный вопрос по деньгам, да? То есть сейчас у сельского Акима есть два вида бюджета. Первый, который он сам собирает в виде налогов. Второй, который ему спускается с района. Что называется, республиканским бюджетом определяется сумма на каждую область. Эта область делит на районы. Это местный бюджет. Район делит на села. И вот сейчас этот Аким, он, получается, единолично? Нет. То есть свой местный маслехат определяет статьи, на которые будет потрачено? Конечно, он в обязательном порядке согласовывает свои направления расходов с местным собранием, собранием местного сообщества. Они определяют все основные направления, что нужно сделать. Может быть, освещение, озеленение, может быть, там... А как сельские депутаты попадают в маслехат? Может, вы скажете? Нет, просто в селах нету маслехатов, есть районные маслехаты. И вот я хотела бы дополнить, что если, например, действительно на сходах, население может определить, куда, на что... Но все-таки на сегодняшний день окончательное утвердительное слово за тем бюджетной программой, которая будет на год, на три года устанавливаться на селе, стоит за районным маслехатом. То есть, получается, сельский Аким, если он хотел бы куда-то направить деньги, он идет в район, и там... Да. Есть областное финансовое управление, есть управление экономикой, есть маслехат. И большая загвоздка, конечно, здесь, ну, она здесь больше наблюдается, чем, наверное, в четвертом уровне, ну, расширение доходов и так далее, а именно в распределении этих доходов. И вот выборы из сельских Акимов, вот про ответственность говорили, здесь еще очень важно, что повышается ответственность самого населения, потому что Аким, он, да, он становится подотчетным, но здесь и само население должно требовать с него, да, ну, приводить, как это сказать, к отчету, да, ну, что было сделано, смог ли Аким, ну, там, на районе именно продвинуть те пожелания, которые, ну, выставили перед Акимом. Типа провести газопровод. Ну, да, вот, например, население просило провести газопровод, Аким пошел в районный маслехат, не смог аргументировать это как, и население, ну, уже сможет, имеет уже такое право, как переизбрать, да, через четыре года нового Акима, который, к примеру, сделает желаемое для населения. Вы действительно очень компетентный старший научный сотрудник КИСИ. Я бы хотел еще... Да, да, я хотел бы добавить, вот, по поводу, ну, эта ответственность, она появится только тогда, когда будут прямые выборы. Это, во-первых. Во-вторых, касательно вот значимости Акима, я все-таки склонен констатировать реальность сегодняшнюю. А сегодняшняя она такова, что они все-таки завхозы, и это больше на сегодняшний момент такого рода, ну, скажем, мягко говоря, марионеточные кадры. Почему? Потому что они зависят еще, я не договорил, не только от вышестоящих Акимов. Но если мы говорим об Акимах сельских, они зависят от местной, так называемой, элиты. И чаще всего это главы крестьянских хозяйств. И они диктуют правила, внутренние правила жизнедеятельности. И вот теперь, когда Аким будет избран непосредственно местным населением, то тогда значимость, вот здесь значимость уже перераспределится в пользу. Как раз, когда вот эти Акимы, руководители этих сел, они становятся политическими единицами. Ну, вы конкретно не имеете в виду этих двух знакомых Акимов Айдоса Сарына? Нет, я имею в виду практически всю страну. Я вам в этом вопросе с вами полностью соглашусь, но не считая вот этих двух конкретно ваших знакомых, что, ну, мы все ходим по земле и всегда сталкиваемся с тем, что Акимов район предлагает по лояльности. Условно говоря, есть районный Аким, который, скажем так, достаточно лоялен к областному Акиму. И он, соответственно, в села хотел бы поставить лояльных к себе людей, для того, чтобы они там каким-то образом коммуницировали и поддерживали те инициативы, которые он проявляет. Здесь, конечно, с одной стороны ничего плохого нет, они работают как слаженная команда, но с другой стороны, получается, что они лояльны к своему непосредственному работодателю и не столько открыты к чаяниям и не реализуют концепцию слышащего государства. То есть они закрыты от своего непосредственного работодателя по имени Народ. Соответственно, ну, как бы, нету зависимости, нет спроса. Понятно, что он все равно, они пытаются заручиться поддержкой, доверием. Да, конечно. Но когда наступит какой-то краеугольный или принципиальный вопрос, то Аким всегда может закрыть дверь. Так что здесь это... Знаете, есть еще один такой момент, по которому мы, наверное, с правительством будем спорить достаточно основательно. Вот мы сейчас говорим такую вещь, вот эфемерность понятия сход. Вот вряд ли речь идет о том, что если в поселке живет 2000 человек, все они 2000 человек смогли в тот день быть, да, ну, знаем, мы все члены там КСК, УСИ, там, еще чего-то. Вряд ли там, да, мы все там одновременно успеваем. Будут всегда довольные, недовольные, бенефициары наверняка будут. Поэтому мы сейчас уже начинаем потихоньку внутри обсуждать и говорить о том, чтобы вот это понятие сход как-то институциализировать на законодательном уровне. То есть помимо избрания Акима физического, может быть какой-то совет, который имеет легитимную силу, и решение которого будет узаканивать, и контроль которых будет узаканивать решение Акима. Ну, нельзя же исключить формат, когда, скажем, там, ну, Аким вот при поддержке, там, вот этих местных фермерских хозяйств и так далее, что-то сделал одно. Появилась некая группа недовольных граждан, которые сказали, да нет, они тут вместе разбазаривают, они тут мафию устроили, потому что вон тот сход был незаконным, половина не присутствовала, он собрал только своих родственников, соседей и так далее. Поэтому мы должны с одной стороны на будущее поберечь и Акима в наших поселках. Вы знаете, вообще, сколько сегодня конкурс на государственную службу в Казахстане? 0,67. Мы не добираем. Люди уже не хотят быть Акимами. Это раз. А во-вторых, тут надо же думать, что вот когда вот эти сложные отношения придут, бюджеты, налоги, прочие вещи, мы, если не хотим, чтобы у нас есть такие проклятые районы, типа Толгарского района в Алматинской области, где каждого второго сажают, да, чтобы этого не было, то все-таки нужно какой-то вот этот законный контроль. То есть вот это решение, пусть это будет 25 человек, местный совет, которых люди сами избрали из своих рядов, но решения которых, по крайней мере, на срок их действия будут законными. Это своего рода мини-маслихат на уровне села? Мини-маслихат, нет, ну смотрите, даже как-то несправедливо получается. У Акима области есть маслихат областной, который его сдерживает, назначает, дает согласие. У районного есть, у городского есть. У сельского он тоже есть. То, что вы говорите, сходы, это да. Сходы, они не инстуциализированы. Нет, они у нас собираются по таким важным вопросам, переименования, например, села и так далее, может заслушивать обязательно раз в год отчет Акима, да, и так далее. Но то, что вы говорите, такое, есть небольшие 25, как вы говорите, человек, это у нас называется собрание местного сообщества. В законе о местном госуправлении это все прописано. То есть люди там, например... У нас есть поселки, в которых 30 тысяч человек живут, да, а есть поселки, в которых 350. Для одних 25 человек это что-то означает, а для других это пыль. То есть они, может быть, улицами, может, кварталами, они своих представителей выбирают, и собираются такое собрание местного сообщества. Вы понимаете, мы столько порождаем на будущее, вот очень много головных болей. Не лучше ли это как-то сразу в закон прописать? Это у нас прописано в законе. Нет, там же это четко, чтобы это было очень понятно. Нет, собрание местного сообщества прописано. То, что документ этот, который, решение принимается, это протокол. Да, конечно, то, что легитимность, и оно силу такую законодательную, ну, я не знаю, юридически там пойти в суд и так далее, может быть, такой прямо силы не имеет. Нет, понимаете, есть очень простая вещь, да, как агентство по борьбе с коррупцией. Вот, допустим, завтра там хотели сделать освещение, оно что-то не получилось, и в итоге деньги ушли. Тот же самый сотрудник агентства по борьбе с коррупцией придет, его возьмет, оденет наручник и уведет. Только на основании того, что другие 25 человек напишут на него заявление. Мы же должны и о людях думать, которые согласились быть. Нет, протокол подписывается этими 25 людьми. В этом поселке сидит. И одобряются расходы. А остальные, скажем, 25 тысяч. Ну, они же их выбрали в собрании. А завтра другие скажут, а эти нелегитимные. То есть, так же, как депутатов масляхатов в район, вовы, выбирают. Здесь очень много моментов есть. Это аналогичный район. А почему бы не назвать сразу, как бы, масляхат, села и... Вот, теперь это тот вопрос, то, что заранее вы собираетесь с правительством спорить. Мы сейчас работаем над концепцией развития местного самоуправления до 2030 года. То есть, мы усиливаем органы местного самоуправления. Как раз-таки вот этот вопрос хотим проработать, создать, как минимум, масляхат. Мы хотим его назвать... Условно, пока кинез, да, обсуждаем этот вопрос. Мы хотим его так назвать. И мы хотим дать ему больше полномочий. Аналогично, чтобы он тоже утверждал бюджет свой на своем уровне кинез. Чтобы Аким Сила в настоящее время, он с собранием расходы все свои согласовывает, получает одобрение по направлениям, да, и так далее, идет в районный масляхат и ждет одобрения этого бюджета. А мы хотим, чтобы в будущем уже... Он не ходил в район, не зависел от него. Чтобы он на месте, этот кинез ему мог утвердить. А вот депутаты, условно, в этот кинез, да, они будут так же избираться, проводятся выборы... Конечно, конечно, населением, да. Кабинки, урны там... Да, да, это будет избирательное. Ну, кабинки, урны, мы такие моменты еще детали не знаем. Нет, ну, такие должны быть. А ЦИК вот, да, вплоть до района, да, Сила будет, как бы, контролировать этот избирательный процесс? Или они самостоятельно должны свой мини-ЦИК создавать? Нет, ну, навряд ли, где же есть районы территориальной избирательной комиссии, которые на месте... По этому вопросу у нас есть еще, ну, разные мнения. Может быть, через территориальную избирательную комиссию, может быть, это через протоколы, вот, я не знаю, той же самой, улицы. Итого, на данный момент ситуация такова. У нас существует сельский Аким, который утверждается районным маслехатом по представлению районного Акима. У него есть бюджет двух направлений. В большинстве случаев это местный, который он собирает в виде налогов и который с района спускается. И он согласовывает каждую финансовую трату с районом, определяя, там, скажем так, все статьи расходов. И с собранием тоже согласовываем. И со своим. Ну, мне кажется, это немножко номинально, да, у нас происходит? Нет, это зависит от активности. Есть у нас села, где население очень активное. Теперь вот по поводу земли, да, то есть самый ключевой и, наверное, жирный вопрос, почему многие стремятся попасть, да. Получается, что сельский Аким имеет право распределять сельские земли вокруг поселка? Там уже, наверное, тоже будет какой-то новый порядок, скорее всего. Это вот сейчас вот тоже будет дискутироваться. Создается новая земельная комиссия, как вы знаете. Тут есть же две фундаментальные проблемы, да. Мы вообще должны поделиться своим отношением к земле. Это во-первых. А во-вторых, мы должны понимать, что у нас самая теневая экономика – это сельское хозяйство. Вот это объективно так. Вот у нас есть, мы недавно, когда вот ездили по бюджетам, у нас некоторые Акимы рассказывали такие вещи. Вот есть маленький поселок, он стоит на перепуте, там, трех дорог, там, рядом озеро хорошее, там, и так далее. Реально там может крутиться 12-13 миллиардов тенге, если взять все санатории, большие, маленькие, заправки, цементные, и так далее. Все вот эти вещи. А платить налогов, скажем, там, 50 миллионов. И тогда возникает такой законный вопрос. Ребята, они должны платить там несколько миллиардов налогов, по идее? То есть это часть общественного договора тоже. Вот почему вводится вот эта выборность Акимов, почему людей заставляют больше интересоваться местной проблематикой, чтобы они и сами задумались. Вот они должны заходить, да, жители. Зашел в магазин, ему не дали кассовый чек. Он должен сказать, ребята, а вы что мне чек не дали? Вы что, налоги не платите? И, соответственно, он должен понимать, что вот этот чек – это знак того, что магазин – добросовестный бизнесмен, который платит налоги. С которых, возможно, они завтра сделают канаву, там, проведут освещение или интернет сделают. Ремонт. Либо покрасят что-то там и так далее. То есть прямая зависимость людей от их честности, объективности, добросовестности, желания спрашивать и так далее. И вот этот порочный круг, когда всех все устраивает с одной стороны, да, потому что если верить одним показателям, да, ну, мы знаем, да, там, все сельское хозяйство дает какой-то мизер. Хотя туда миллиард долларов каждый год вкачивается, да, в виде инвестиций, субсидий и прочее. Ну, тогда надо понимать. То есть мы должны свою экономику лучше понимать. И, возможно, нашим надо создавать какие-то структуры, которые будут с секундомером ходить по аулу и смотреть, за счет чего там люди выживают. Почему они до сих пор с 91-го года не уехали, не убежали, а каким-то образом продолжают существовать. И тогда, когда вот это все будет обеляться, уровень налогов будет расти. Вот нам вот с этим надо вот думать. И выборность – это часть вот этого большого пути. В общем, на данный момент по коррупционным, скажем так, возможностям сельских хакимов у него есть возможность отпилить кусок от бюджета, который ему район дает, от своего местного бюджета, выделить землю с большой шапкой. Но зато он может первый оказаться тем человеком, которого просто сельчане и забьют. Он физически пешком ходит. Но пока таких прецедентов в Казахстане не было. Ну, откуда вы знаете? Вот, разгали, пожалуйста. Я вот хотел добавить как раз, нам же уже президент объявил, анонсировал, что дальше мы перейдем к выборам акимов районов. И, по сути, вот этот процесс на самом деле можно спокойно ускорять. Почему? Потому что уже все к этому практически готово. Во-первых, корпоративный подоходный налог с малого и среднего бизнеса переходит на места. Это первое. Второе. Министерство образования вывело все образовательные учреждения из района на область. А раньше район каждый тратил порядка 60% бюджета районного на содержание. То есть высвобождается очень много денег. И денег достаточно. И деньги они не забирают сюда, на область. Да. И теперь вот этими деньгами... Вопрос вообще управления в чем? Это рациональное, эффективное распределение этого бюджета. И вот это серьезный вопрос. А у нас сейчас можно констатировать, что в стране, скажем так, идет процесс вырождения управленческих кадров. То есть если объективно смотреть на наших старших товарищей, на старую гвардию, то это люди, которые прошли вот эти все процессы управления хозяйством, производством и прочим, которые из низов вышли. Старая гвардия, ну это сложно сказать, но я имею в виду уже, скажем, за 50. И получается, что сегодня некому просто... Вот сейчас вопрос встанет, кто пойдет участвовать в выборах этих Акимов сел и районов? Кто захочет? Кто пойдет? И вот, можно я завершу? Здесь вопрос в том, что вот эти прямые выборы, они позволят нам взращивать вот эту региональную элиту прежде всего. Политическую элиту? Политическую элиту, да. Которая станет источником для формирования... Дальше уже для распределения ее в центре. Я вот веду к чему? К тому, что вот дефицит же очевиден. Не случайно же, как Санжи Маркемельевич создал президентский молодежный кадровый резерв, да? Но опять же, мы получили 300 человек, но давайте будем объективны. Большинство из них это паркетные чиновники. И я считаю, что вот сейчас, когда начнем вводить вот эту прямую выборность Акимов сел и районов, надо их всех отправлять, участвовать. Только тогда президент получит вот такой мощный кадровый источник. И вот это и будет кадровый потенциал потом для... Вот здесь вот, для министерств, для вышестоящих Акиматов. Ну вы же знаете, у Розгали, как у нас обычно бывает. Скажем так, сельско-крестьянское хозяйство доминирует в этом селе, к примеру. Директор этого хозяйства авторитет. Многие работают у него, к примеру. Ну и есть какой-нибудь молодой живчик, который хотел бы сделать силу лучше, имеет свою молодежную активность для того, чтобы там пытаться пробить деньги на дорогу, заасфальтировать и так далее. Но в любом случае, как бы, старейшины поселка не дадут возможности этому молодому активисту выстрелить. В этом и смысл политики, чтобы договариваться, находить вот консенсус внутри сообщества, среди местной элиты, находить поддержку, да, обрастать сторонниками, опять же. Ну и давайте будем готовиться к тому, что конфликты неизбежны, и это нормально. В политике это нормально. Конфликт — это природа развития вообще. Да, да. Вот мы к этому и должны идти, по сути. Теперь мы пришли к основному вопросу, да, то есть наш пресловутый менталитет Казахстана, да, где надо понимать, что, ну, скажем так, мы немножечко далеки от Европы, с ее европейскими ценностями, с ее европейскими устоями демократии. У нас все равно, скажем так, ментальность казаха подразумевает, что есть уважение к старшим. Акция, которая может избирать президента и пользуется приложением банка, она может выбирать Якимов. Так, Береген, здесь, вот, к примеру, я хочу дополнить уразголей, уразголей в том плане прав, что, к примеру, управленческие кадры, да, то есть если сейчас смотреть статистически, ну, приблизительно, у нас вакансии, то есть вот на уровне районов, сел, у нас есть вакансии. И тот анализ, который, ну, к примеру, мы увидим статистически, у нас есть вакансии, и достаточно их определенное количество, к примеру, в Североказахстанской области, да. Здесь нужно необходимо иметь в виду, что, понимаете, это один из таких, ну, дальних северных регионов, это нужно ехать, это нужно заниматься, там, все, это проблему решать нужно. Поэтому, когда люди у нас идут на Акима, это нужно, ну, не то что ценить, это достаточно похвально. Опять-таки, есть разница, когда ты в Южно-Казахстанской области, район на Аким, когда у тебя население, там, 150 тысяч или 300 тысяч, или у тебя Аким, ты с севера, район, у тебя 15 тысяч населения. Конечно, это определенные разные ресурсы, поэтому это, ну, как бы, все нужно иметь. И вот то, что вот, продолжая ваш разговор, ментальности, там, ну, то, что говорит, что наше население готово, что у нас там выборы, что у нас готовность там нулевая, да, мы уже экспериментально-то проводили, выборы Акима, поэтому я думаю, что ежегодно, то есть каждый электоральный цикл нам показывает, что у нас все-таки население уже готово. То есть те же вот, просто вот откройте открытое правительство, да, заходим на открытый НПА, заходим на открытые данные, заходим на открытый диалог, мы же видим активность, то есть люди у нас пользуются цифровыми приложениями, они активно, то есть они точно так же будут завтра активно участвовать, к примеру, в этих выборах. Тем более они там будут видеть все без всяких приложений, они там просто физически там все видят. Потом здесь нужно иметь же в виду, что у нас каждая область, она имеет свою специфику, там доля сельского населения разная, то есть у нас юг, это там больше доли степени сельского населения, там до 80%, а к примеру, Корнинская, это самая минимальная область, у которой там сельское население составляет 20%. То есть здесь это все, конечно, будет очень сильно влиять на вот этот институт. Вот если позвольте, я еще добавлю, вот сейчас все упирается еще в проблему какую, и вот опять же того, кто захочет пойти участвовать вообще в этих выборах, да, надо исходить, и я вот как раз веду к тому, что и к представителю исполнительного органа, да, и вот сейчас у нас и Айдике как депутат, когда будут разрабатывать законодательные изменения, нужно учесть еще вопрос заработной платы. Сегодня по статусу Аким сельского округа это кто? Это по сути равноценно является начальником отдела районного Акимата, ну я так условно приравниваю, и по сетке зарплатной то же самое. Это сколько примерно сейчас? 160, по-моему, 200 тысяч тенге, если с такой зарплатой... 120 тысяч где-то... Да, по-моему, 160 на руки, 160 на руки, по-моему. Ни один человек профессионально, обладающий нормальными квалификациями, да, тот, который, ну никто же не поедет, даже из патриотических чувств, и ни один молодой человек не останется там, чтобы заниматься, брать на себя такую огромную ответственность, пусть даже это будет там сельский округ, 2-3 тысячи человек, но это огромная ответственность. Это, во-первых, за людей, во-вторых, есть всегда риск быть, оказаться в наручниках, вот как Айтике говорит, когда придет к тебе представитель антикора, да. И вот этот вопрос надо решать. То есть если Акимы сел становятся политическими, становятся выборными людьми, то и, соответственно, зарплата должна быть совершенно другая. Это совершенно другой вопрос. А мне кажется, вот есть только один более-менее такой рыночный способ, да, вот это привязать его к налогам. Вот есть тебе базовый минимум, но если, скажем, ты по итогам года выполнил план по сборам там на 120%, тебе там, допустим, полагается... Это как вариант тоже неплохо, да. Потому что ты увеличиваешь налоговую базу, да, ты заинтересован, чтобы у тебя все магазины платили через кассовый аппарат, что появились новые предприятия, да, там парикмахер появился, еще кто-то, еще кто-то. Если у тебя... Ну, одна же из проблем сегодняшнего госуправления, то, что Акимы, не все Акимы заинтересованы увеличением развития налоговой базы, да. Легче договориться о субсидиях, там, залезть в нацфонд, еще что-то. А здесь, если такая вот есть возможность, вот ты платил в этом году, собрал там 30 миллионов условно, в следующий год 50, это тебе стимул, да, заниматься этим постоянно, находить какие-то форматы, увеличивать местную налогоблагаемую базу. Вот, мне кажется, такое. Как вариант согласен. Вот, по сути, мы сейчас с районными Акимами решили этот вопрос. Вот, когда КПН от МСБ передали сюда, на местный уровень, да, раньше районные Акимы даже не думали и не задумались. То есть президент, руководство страны, да, и центр, правительство всегда требовали. Единственное, что нужно было таким, это увеличение рабочих мест, соответственно, увеличение создания новых предприятий, новых производств. Им это было невыгодно абсолютно, они этим не занимались. Они получали вот индивидуальный подоход, новый социальный, все. А теперь получается, что районный Аким заинтересован, заинтересован создавать условия для создания этого бизнеса, чтобы появлялись, чтобы люди начинали работать. И тогда, и уже здесь совсем другая система взаимоотношений будет между бизнесом и местной властью. И то же самое на уровне сел. То есть вот когда мы говорим про крестьянских хозяйств, то есть совсем другой уровень взаимодействия будет. Аким будет помогать в каких-то вопросах, скажем, в инфраструктурных, да, даже в этом плане. То есть это очень важно. Но я веду к тому, что с заработной платой надо будет решать. То есть если человек становится на выборной должности, становится политической единицей, то здесь совершенно другой уровень должен быть. Только тогда мы привлечем туда нормальный. В этом отношении мы, вот, о котором я говорила, разрабатываем концепцию до 30-го года. Мы хотим расширить полномочия вот этого, скажем, сельского масляхата, который мы назвали кинез условно, да. И мы хотим дать им полномочия регулировать какие-то тарифы, налоги, да, ставки какие-то, платежи, надбавки к заработной плате. Вот эти вопросы мы как раз-таки там прописываем. И как раз-таки будет заинтересованность. Ряд таких полномочий мы даем. Ну давайте вот на конкретном примере возьмем какое-нибудь, условно, обычное село в Жамбульской области, да. То есть въезжаешь в село, там, условно говоря, 30-40 домов, два сельских магазина, один парикмахер. Ну и все остальные занимаются там, кто животноводством, кто что-то сеет. Но в итоге это каким-то образом не фиксируется. Максимум, что можно, это два кассовых аппарата в эти два магазина поставить. Нет, еще есть земельный налог. Как раз-таки вот мы сейчас земельный налог же хотим и передать, и различные платежи, которые с землей связаны, да? Ну сейчас, который закон рассматривается, там это есть четыре вида земельных налогов. Теперь как раз-таки заинтересовались. Раньше было шесть налогов, которые оставались в местах, теперь будет десять. И все связанные с земельными, то есть и аренда, и продажа, и операции, и в целом вот эти вещи, они будут местными. То есть Аким будет сам распределять эти деньги? Нет, ну на грудь механизм там. А кем, кто знает, например, Аким район уже не знает, у кого какая земля, да? Кто чем занимается, кто в аренду сдает, или еще что-то. Кто-то вообще ничего не делает. Да, кто-то ничего не делает, и даже не зарегистрированы. В большинстве случаев. Да, налоги какие-то не идут, да? Люди, население уехало, там, не знаю, может быть, покинули страну, уехали. Не переоформлены, да? Во-первых, вот эта ситуация заставит его просто пешком обойти вот это, то, что ему положено. Ревизию полноценную сделать, провести всю работу, учет, отчет и так далее. В идеале это замечательная картинка, но по факту, как бы, ситуация такова, что этих всех денег и сборов, оно же не хватит даже на прокладку буквально одной улицы в селе, не говоря про там остальные какие-то проекты. Здесь как раз-таки вот этот же механизм рыночный, он может включиться в другую сторону же. Допустим, ты увеличиваешь налоговую базу, ты в этом году провел ревизию всех земельных участков, тебе больше дали денег. То есть ты более добросовестно относишься, ты больше контактируешь с населением, больше умеешь убеждать. Ну, тебе дали там, ну, скажем, больше там на какую-то единицу, чем в соседнего поселка, который этого не сделал. То есть бюджет, он не только должен быть там карающий, там фискальный, еще какой-то, но и стимулирующий же имеет развитие. Нет, давайте простыми, вот примерами, конкретно простыми. В городах есть такое понятие, сейчас вот вводится активно, рассматривается бюджет участия. То есть населению позволяют распределять там полмиллиарда или миллиард тенге, и люди учатся, да, на что отправить эти деньги. Оставляют заявки на сайте, да. Да, спорят, вокруг них собирают коробицы и так далее. На уровне села это даже сделать легче, потому что там население мало, да, с одной стороны. С другой стороны должно быть такое понимание. Вот ты вот на самом деле лучше в этом году справился, лучшие показатели. Тебе, допустим, вот тебе какими дали там условную надбавку, а твоему поселку дали там, ну, какую-то там опцию, да. Ну, я не знаю, купили комбайн, вам нужен, да, или купили там по две коровы раздали. Ну, мало ли какие могут быть опции. Но зато вы лучше реализуете эту политику, лучше начинаете взаимодействовать с населением и лучше выполняете вот эти государственные функции. По земле, по вот фискальной политике, лучше там разъясняете. Вот до этого ни с одного магазина не поступали налоги, а вот полгода Аким, это начало работать. Люди начали перечислять деньги, да, это приходит на кассу, ты отчитываешься перед населением. Айдос, это идеальная картинка, в идеале, да, ну, я просто к чему, что большинство здесь выходцы с села, да. Никто же не растит детей, чтобы они стали негодяем. Каждый понимает о том, как выглядит сейчас казахстанское село. Это небольшой поселок, да, с двумя магазинами, с людьми, которые в большинстве случаев не платят никаких налогов, им бы самим выжить, к примеру. И в этой ситуации, когда мы сейчас изменим законодательство, да, Аким села будет избираться, да, люди будут считать, что от их голосов зависит существование. Я, вот смотрите, есть... Можно я договорю, Айдос? Но, но, ну, вы представляете, казахстанское село, откуда там инвесторам взяться, откуда деньги взять? Нет, завтра те же, как бы, теплосети, энергосети, дороги не будут выстроены, Аким будет просто разводить руками и говорить, у меня просто денег нет. Я бы рад собирать налоги, но не с кого. Истории-то могут быть разные. Это же районный уровень еще. Нет, разные истории же могут быть. Я из чего и скажу. Вот, хорошо, есть, ну, есть село, ну, с недостаточно высоким потенциалом. Это далеко от города, это далеко от дороги, от озера, там, туристического. Но мы же о них должны думать. Нет, я понимаю, что мы о них тоже должны думать, но здесь же какой формат? Прежде всего, что люди начинают просто думать. В Павлодарской области маленький такой поселок. И там население, ну, где популяция идет, население стареет и так далее. И они стали перед угрозой закрытия школы. Закрытие школы для поселка означает все. Через какое-то время умрет и поселок. Что они делают? Они собрались, всем кругом, вот, сход сделали. Начали звать многодетные семьи с Южного Казахстана. Сарысис, Мактарала. Обещали им, вот, мы вам сами дом построили. Да, собрались всем поселком, методом Масар, построили дом. И реально вот количество учеников, идущих в школу, увеличилось. А район сказал, все, хорошо, вы норматив выполняете, мы продолжаем финансировать школу. Они сохранили школу, там сохранилось несколько рабочих мест. Это тоже налоги и прочее, да, там и так далее. И вот, когда так люди начинают думать, вот, мы же часто же про Америку говорим, мы еще, там, в 19 веке, да, говорилось, писалось, что это прежде всего школа коалиции, да, вот этих больших, когда люди начинают ломать голову. Вот сели, думают, как нам сделать. Вот когда мы вот этого. И часть этого придет через эту безнадегу в том числе. Ну, просто для этого должны быть вот такие успешные кейсы, чтобы люди сказали, вот, они сделали, а чем мы хуже, там, и так далее. И только вот такое сравнение, вот такое соревнование, она даст какой-то выравнивающий эффект, я считаю. То есть вот на данный момент сейчас вы разрабатываете такую концепцию, ну, пройдет ли она утверждение в Можилисе и предварительное согласование в правительстве, что планируется введение так называемого сельского маслехата Кенеса, предоставление ему таких статусных полномочий, которые будет уже самостоятельно утверждать местный бюджет. Депутаты сельского маслехата, возможно, будут попадать туда через вот прямые выборы, которые будут, скажем так, также избирать помимо депутатов маслехата еще своего сельского акима. Сельскому акиму даются полномочия, даются деньги, деньги два бюджета, плюс распределение сельскохозяйственных и вообще земельных угодий вокруг, в своем районе, да? Да. Вокруг села. Мы еще там хотим такой момент предусмотреть, то, что вот говорили про стимулирование, да? То есть собрал один плюс один, мы его так называем, да? То есть ты собрал, ты запланировал одну сумму, да, что ты соберешь собственных доходов, столько-то. Собрал чуть больше этого. И тебе вышестоящий бюджет, в данном случае районный бюджет, да, дает тебе на эту сумму плюсом в следующем году, как бы, трансферты, да, и стимулирует. И такой опыт, в принципе, у нас уже есть в Павлодарской области, когда вот бюджет четвертого уровня был только внедрен. И чтобы стимулировать население, стимулировать акимов, руководство Павлодарской области решило так сделать. Соберешь больше, мы тебе дадим в следующем году трансфертов больше. И это очень хорошо заработало там, поэтому мы подумали, почему бы это не распространить. И такое тоже пока прописали. Но пройдет, не пройдет, у нас еще должен пройти согласование. Вот вам, как Министерство нациоэкономики, вопрос, что происходит с сельскими акимами, если они не шевелятся и не делают там дороги, воду не проводят, электричество, к примеру. В чем была там проблема, почему многие сельчане жалуются именно на отсутствие элементарных бытовых нужд? Ну, это в первую очередь отсутствие поступления, отсутствие финансирования. Может быть, Аким и желает что-то сделать, но у него не хватает денег на это. Поэтому, особенно вот в прошлый год пандемии, это очень хорошо показалось. Вроде бы шаг к демократизации процессов, но как бы не наступить на те же грабли. То, что он районному Акиму говорил, что я дорогу не проложил здесь, потому что денег нету, он сейчас своему непосредственному избирателю будет говорить. Как можно заложить в эти законопроекты механизм, чтобы Аким максимально эффективно участвовал в экономических схемах построения региона, для того, чтобы у него перед уже непосредственным избирателем была возможность отчитываться конкретными фактами проделанной работы? Здесь дело не в механизмах даже. Это опять же, я возвращаюсь к этому. Это вопрос ответственности и вовлеченности. То есть вот сейчас вы задали вопрос о том, что было бы Акиму сельскому. Да ничего не было. Он бы на совещании в понедельник утром Аким района, я бы ему отчитал бы его, может, выговор какой-то бы сделал, не более, все. Максимум выгнал. Да, ну, уволил бы и тут, если найдет потом на замену кого. А люди-то опять остались в стороне. А вот когда вместе, когда Аким уже, когда вопрос поставят они перед своим сельским Акимом, да, и, соответственно, все вместе они уже будут дальше ставить вопрос перед районом, район перед областью. Да, и сельский Кенец, и сельский Аким будут ходить по каждым домам и говорят, ребята, давайте выпорядочить количество скота, давайте это, давай ты ставь кассовый аппарат, ты давай это, давай то. Нам на следующий год обещали, если мы соберем столько-то, ну, мы же своими глазами видим, что столько есть налогов. Да. То есть становится все прозрачнее. Нам еще добавят, мы завтра там курятник построим. Ну, так он... Жизнь закипит. Просто пока тяжело это представить, но на самом деле это вот эффект будет колоссальный просто. Еще люди не до конца понимают, ну, и те, кто... Главное, я говорю, что пошли хорошие кейсы, на которые люди будут равняться. Вот в одном районе хотя бы один кейс пошел, другие подтянутся. Здесь же еще вопрос, вот правильно заметить, вовлеченности населения, да, то есть даже в условиях ограниченности бюджета, то есть они должны сообщая, решить, вот денег столько, на все не хватит, давайте поэтапно. Что будем в первую очередь делать? Вот это, там, водоснабжение в этом году, в следующем году вот это. То есть чтобы и население понимало ситуацию, сколько денег, и на что. И разделяло ответственность. Да, и разделяло ответственность. Вот такой диалог должен быть между Акимом и населением. Одно дело, когда ты ничего не можешь сделать и зависишь от верхотуры, а другое дело, что ты когда можешь что-то сделать, и уже от тебя что-то зависит. Мне кажется, это два разных психологических состояния. То есть здесь, конечно, очень важную составляющую часть будет именно играть население, то есть насколько оно само активно будет участвовать вообще в этом процессе. То есть здесь, да, это модель больше такая европейская, когда мы, то есть вот этот метод не сверху вниз, а именно снизу вверх, то есть все предложения идут снизу. То есть мы не будем говорить, ребята, вот давайте мы, вы сделаете это или делаете это. Мы ждем от вас предложений. Какие у вас пожелания, какие у вас вообще цели, что вы хотите, да? Например, мы уже обсуждали бюджеты. То есть сейчас, если посмотреть, очень активно именно вот этот бюджет, бюджет участия очень активно шел в Алмате и у нас в Нурсалтане тоже. То есть даже если вот по району посмотреть, мы сами заходили на сайты, смотрели, то есть там действительно население заинтересовано, что построить, парк, сквер или тротуар. То есть они решали. То есть вот такие вот механизмы, они все равно дадут эффект того, что вот у нас будет подход снизу вверх, то есть вот этот даун и прочее. То есть мы будем собирать предложения, население будет предлагать какие-то свои идеи и сообща мы будем решать, что мы здесь делаем. У нас активность будет, почему? Потому что вот когда мы смотрим на элитеральные кампании, все равно у нас всегда явка выше всегда сельских населенных пунктов. То есть у нас сельское население очень активно всегда голосует, чем городские жители. Для аула это событие. Для аула это событие, понимаете? Это вот пойти, собраться, проголосовать, это целый процесс. Поэтому им это не ново, они таки-так ходят, голосуют, и это уже процесс будет только чаще и активнее, да, условно говоря. Второе. Здесь необходимо также учитывать, что, к примеру, ну, как бы, вы, может, имеете ментальность, да, там, к примеру, там, род, жусть, там, ну, какие-то такие родственные связи, да. Ну, понимаете, мы придем к тому, что, может быть, да, первый раз там будут родственные связи, может быть, будут там, какие-то, да, ментальность, да, региональность можете иметь играть. Ну, население же, оно будет видеть, что он же не работает, соответственно, он же, то есть он не будет голосовать на него. Люди придут к пониманию, что нужно брать профессионала, который будет работать, который будет эффективно все управлять. Вначале будет разговор «свой парень, не профессия», потом будет «хороший парень, не профессия», а потом будет «давайте нормальных ребят искать». То есть, ну, мы вот в любом случае эти этапы должны как бы пройти. У нас все вот во всех, более двух тысячах всего будут все равно выборы, и, конечно, кейсы будут разные. Да, региональная специфика будет там, север, юг, запад, там, центром. Но, тем не менее, этот процесс нужно начинать. Да, изначально какие-то, может быть, издержки будут. Но, тем не менее, у нас население потом будет и требовать. Мы вас проголосовали. Это самое главное. Вот это самое главное. Вообще, выборы у нас как бы не совсем такое четкое понимание у людей, что это такое. То есть, если правильный рациональный смысл, то выбор — это инструмент давления на политиков изначально. То есть, выбираешь своего представителя, а потом имеешь вот этот рычаг. Если ты проголосовал, то все, ты можешь требовать. И вот это постепенно у нас в любом случае, мы к этому придем. Ну, надо и просто единственное, мне кажется, самый главный тезис, что нужно уяснить для всех, что вероятность выбрать вменяемого менеджера-управленца гораздо выше через систему выборов в конкурентной борьбе, чем через систему назначения. Это очевидно, это понятно. Поэтому мы к этому идем. И опять же, самое главное, просто людям надо, пора уяснить уже, пора перестать бояться и надо понимать, что есть тайна выбора и тайна голосования. От того, что тебе директор школы или председатель, глава крестьянского хозяйства скажет, за кого проголосовать, ты идешь на участок, закрываешься в кабинке и ставишь галочку там, где ты считаешь нужным, и бросаешь ее в урну. Все. Вот это надо, пора всем уяснить. Тем более, на уровне маленького села, что-то там смахинировать, смахливать, это тоже очень сложно. Когда все, условно говоря, друг друга как насквозь знают. Нет, мы сейчас говорим о неформальном давлении. На первом же коллективном корпоративе все расскажут друг другу. За кого голосовал. За кого голосовал, да? Это вряд ли. Вот я хочу также ремарку вот эту добавить. Все-таки 17 глав регионов, они должны быть непосредственно назначаемым президентом. Вот этот вопрос, мне кажется... Скажем так, макро-регионов. Да, да. Вот здесь это, потому что это люди, которые отвечают за 17 основных территорий. А всех остальных надо выбирать. Надо максимально стремиться к тому, чтобы люди участвовали и разделяли эту ответственность, и она вот гармонично распределялась. Поэтому это тот шаг, который надо делать смело, в это море нырять. И я уверен, что вот такие шаги, они будут потом в совокупности менять очень много. Ну, мне кажется, вот так. Спасибо. Ну что ж, друзья, сегодня мы достаточно подробно обсудили ту ситуацию, которая есть на данный момент, и те изменения, которые будут вноситься в парламент через правительство. Поэтому мы еще раз призываем вас активно ходить на выборы, активно проявлять свою позицию, активно принимать участие в местном самоуправлении. Потому что от того, кого вы выбираете, зависит уровень жизни в вашем селе, в вашем районе, в вашей стране. Вот и все на сегодня, друзья. Увидимся в следующую субботу в 22.00 в программе «Хабарлас». До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok